Здравствуйте! На первом областном Персона Грата. Сегодня мы говорим о подростковой наркомании и синтетических наркотиках. В нашей студии исполняющая обязанности начальника управления ФСКН России по Орловской области Александр Ставцев. Спасибо, что пришли. Мы сегодня выходим в прямом эфире. Дозвониться нам можно по телефону 76 10 28, задать вопрос Александру Владимировичу. Звоните нам. Начать мне бы хотелось со статистики употребления среди подростков, молодых людей, синтетических наркотиков, дизайнерских, как их еще называют. И мы начнем разговор после видео короткого. Орловская станция скорой помощи за минувший год приняла полсотни вызовов на отравление курительными смесями. Все обратившиеся были в возрасте от 15 до 23 лет. Двое подростков погибли. За год торговцы с синтетическими наркотиками 42 раза попадали в руки наркополицейских. Те изъяли в три раза больше спайса, чем в 2010-м. Масса конфискованного зелья по стране достигла 5 тонн. Спайсы известны, дизайнерские наркотики. Много названий известны, как наркотики легкие. Но уже есть погибшие, и это сигнал к тому, что это война на самом деле. И судя по всему, пока наркополицейские орловские эту войну проигрывают. Вот за счет чего будете вы пытаться исправлять ситуацию? Или вы не будете? Или вы уже отказались? И это уже в принципе норма? Легкие, так легкие. Ну, на самом деле, я не согласен. Во-первых, нет понятия легких наркотиков как таковых. Это мы неправильно подменяем понятие. Дело в том, что наркотики, либо есть наркотики, либо есть другие вещества, которые можно употреблять. Наркотики легкими изначально не могут быть. Спайс это все-таки? Это очень сильное наркотическое средство, которое воздействует в первую очередь на мозг человека. И исходя из этого, очень сильные психологические расстройства, вплоть до суицидальных каких-то направленностей. То есть у нас, на самом деле, подростки гибнут не только. Это по всей России сейчас, к сожалению, проблема. Гибнут не из-за того, что они употребляли наркотическое средство, а из-за того, что на фоне потребления они кончают жизнь самоубийством. То есть очень сильное психологическое расстройство. И в Орле у нас тоже такие случаи есть? Нет, в Орле у нас, к сожалению, были случаи, когда именно передозировка наркотических средств. Поэтому давайте не будем говорить сейчас именно о легких наркотиках. Что касательно проигрываем мы эту битву или не проигрываем, на самом деле я вам могу сказать, что не только наркополиция, а, естественно, всеми правоохранительными органами, это и ОМВД по Орловской области, это и прокуратура, и Следственный комитет, которые озадачены также этой проблемой. На самом деле возбуждены не один десяток уже уголовных дел в отношении лиц, которые реально распространяли, сбывали данное наркотическое вещество. Ну вот директор федеральной службы не раз говорил о том, что надо менять уже систему, надо менять меры. То, что сейчас, как мы боремся, этого недостаточно. Вот сейчас мы ждем каких-то сверхуказаний действовать по какой-то другой тактике и выбирать другую стратегию. Или мы вот в Орле у нас можем тоже какие-то методы новые применять? Что мы делаем сегодня? Спасибо за вопрос. На самом деле схема-то ясна. И директор наш Иванов Виктор Петрович говорил о том, что мы проигрываем только в одном – в скорости. Дело в том, что для того, чтобы принять и признать это наркотическое вещество невозможным распространением на территории Российской Федерации, для этого проходит как минимум полугодие. То есть пока через Госдуму, пока нет, пока в Госдуму законопроект, пока мы вносим этот в перечень запрещенных препаратов, вот тогда, да, это полгода. Дело в том, что компоненты меняются постоянно. А для того, чтобы изменить компонент, нужно один день. Вот. То есть вот именно эту гонку мы немножко проигрываем, да. Но сейчас есть определенный законопроект, то есть который дает право, будет давать право директору Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков временно приостанавливать распространение вредных препаратов на территории Российской Федерации. То есть и тогда мы сможем реально в течение одного-двух дней мы сможем запрещать эти обороты, этих вредных веществ. Что касается на территории Орловской области, мы, естественно, не стоим на месте. Естественно, у нас были случаи, когда мы изымали те вещества, которые до сих пор не запрещены к обороту. Такие случаи, к сожалению, были. Но для того, чтобы мы наказали тех людей, которые распространяют данное вещество, схема очень простая. На самом деле они очень вредны для организма. Существует такая статья 238-я Уголовного кодекса, которая запрещает распространять на территории Российской Федерации вещества именно вредные для организма. Мы их признаем вредными, и, естественно, за это мы можем привлекать к уголовной ответственности. Такие факты уже сейчас есть. То есть я думаю, что совместно со Следственным комитетом, с Роспотребнадзором, я думаю, мы доведем до суда данные варианты. И я думаю, что мы справимся с этой проблемой. Вот еще какой вопрос. Вы видели наверняка, видите. В городе, в центре, в спальных районах множество стен исписаны. Спайс, номер телефона, адрес в интернете и так далее. Нам сейчас выведут, наверное, на экран. Вот некоторые адреса. Да, вот 7 ноября улица, в центре города практически. Проблема в том, что там, где закрашиваются вот эти вещи, номера телефонов, люди говорят, жители этих домов, что делают это самостоятельно. То есть, ну у нас-то первый вопрос к вам. Наркополиция, наверное, должна реагировать в первую очередь. Почему вот столь продолжительное время это все зияет? Зияет вот на наших стенах. Что я вам могу сказать? Дети видят, дети могут позвонить. Поверьте, что на самом деле хотел бы выразить огромную благодарность жителям области, потому что они сообщают нам по телефону доверие. Вот, кстати, вот если я иду и вижу, куда мне нужно позвонить? Вот, есть телефон 412558, то есть, куда вы можете позвонить и сообщить. Это телефон доверия? Да, это телефон доверия нашего управления. Я могу сказать, что любой звонок записывается, но нам не важно ваши фамилии, имя, отчество и так далее. Я могу рассчитывать, вот через какое время закрасит этот номер? На самом деле вопрос закрашивания, это не вопрос наркоконтроля. Дело в том, что мы реагируем по факту этого телефона. Мы проверяем телефон, выясняем лица, которые распространяют данное наркотическое вещество. Но давайте разграничим немножко функции и полномочия. Давайте разграничим. Дело в том, что за фасад дома... Я сейчас объясню, почему вопрос, простите, что я сейчас перебиваю. Я вас понимаю, управляющая компания, это все хорошо. Но перестанут писать и перестанут звонить на эти телефоны тогда, когда он появился, его сразу поймали за руку и сразу стерли. Сейчас этого не происходит. Вот Госнаркоконтроль сразу не может напрямую делать заказ управляющей компанией, например. Почему мы это делаем? Прямо напрямую. Мы не напрямую управляющей компанией, а напрямую представителям мэрии города Орла. Сколько времени проходит? Ну, если откровенно. Где-то реально, наверное, дней 5-7. Ну, это не так. Ну, сейчас есть факты, что это так. Вот те адреса хотя бы, которые мы показали, вот совершенно точно могу сказать, очень продолжительные месяцы. Это не дни, это уже месяцы. Но я думаю, что в ближайшее время все это исправится. За счет? Не за счет, а за счет нашей активной работы. За счет вашей активной работы. Вопрос еще такой, тестирование для школьников. Он болезненный для многих родителей. Я опять же сошлюсь на Виктора Иванова. Он говорил о том, что это мера введенная. У нас есть, кстати, мне подсказок звоночек. Сейчас давайте мы примем его и продолжим. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Представьте, как вас зовут. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос Александру Владимировичу. Да, мы вас немножечко плоховато слышим. Если можно погромче, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Александр Владимирович, вот есть такая ситуация. Моя знакомая рассказала, что ее родственник сидит на спайсах. Ввиду того, что в их доме живет человек, который занимается торговлей этими вещами. Жители писали, обращались в ФСКН, прокуратуру, анонимно, правда. Но все остается без изменения. Собственно, и торговля продолжается. Вот подскажите, что можно еще сделать в этой ситуации? Как сдвинуть все это дело? Вам понятен вопрос? Да, спасибо за вопрос. Естественно, вопрос понятен. Я вам могу только одно сказать. Естественно, если, к сожалению, Ольга не назвала конкретный адрес, я понимаю, что эфир и так далее. У нас принимали звоночек, мы, наверное, сможем потом вам передать. Я надеюсь, что мы в любом случае, я уточню по поводу тех моментов, которые уже проводились проверки. Но на самом деле, поверьте, ни один звонок, ни один обращение к нам не остается без внимания. Я думаю, что это вряд ли придуманная история. Нет, просто чтобы зафиксировать преступную деятельность любого распространителя наркотического средства, просто так за руку не очень просто поймать. Показания свидетелей нет? Показания свидетелей, если это будут, а свидетели бывают ли? К сожалению, у нас не очень активно идет народ для того, чтобы дать показания. Поэтому мы должны поймать человека за руку. Чтобы поймать его за руку, надо провести определенный комплекс мероприятий. Поэтому, возможно, да, это не сиюминутное дело, то есть это не недельное даже, может быть, а месячный вариант. Но поверьте, ни один звонок, ни одно направление не останется без внимания. Давайте еще раз уточним. Телефон, по которому... 41-25-58 всегда готова звонить. Если что, можно в любой день, я всегда нахожусь на своем рабочем месте. Только полицейские должны отреагировать. Да, прийти, да. Я напомню, что телефон нашей студии 761028. Все-таки я еще вернусь к вопросу тестирования школьников. Виктор Иванов, директор Федеральной службы, говорил о том, что мера эта трата больших денег, часто бесполезных. И он назвал вообще это показухой. Вы как считаете, в том виде, в котором сейчас существует тестирование для школьников, потому что наши орловские школьники тоже проходят тестирование на наркотики, оно дает объективную реальную картину того, что происходит? Или же нет? Ну, здесь мы, наверное, должны понимать, что тестирование, которое проводится для школьников, является не только для того, чтобы мы нарисовали какую-то определенную картину, употребляют ли... Во-первых, оно добровольное. Естественно, тот, кто употребляет, мы можем... Он может просто не прийти на это тестирование. Да, какой в этом смысл, да, возникает вопрос. Здесь есть огромный профилактический эффект. То есть человек, который потребляет наркотическое вещество, он понимает, что он не бесконтролен. Что за ним даже в школьной парте, даже в институте, за ним есть контроль определенный. Он понимает, что если он попадется с этой проблемой, что этой проблемой озаботится. Это во-первых. Во-вторых, если нам удастся выявить человека, который первично потребляет наркотики, мы его можем остановить. Передать его в лечебное учреждение. То есть не брать его за руку и сажать в тюрьму. А именно первый шаг, естественно, кто-то ошибается, кто-то первая потребность пытается просто попробовать. Это если мы выявили, слава богу. Но если мы не выявили, вот Виктор Иванов говорит о том, что, во-первых, результатом показывает. Три последние дня употреблял или не употреблял. Директор или учитель, чтобы статистика была в порядке, тоже может предупредить. То есть не отлажен сам механизм, он не дает объективной картины. Может быть, на нашем местном уровне выйти с инициативы областной совет. Каким-то образом изменить это тестирование, чтобы оно было эффективной, а не тем, что сейчас, как это называют директор. Да, Виктор Петрович на самом деле говорит о том, что не то, что само тестирование неэффективно. Он говорит о том, что это тестирование должно быть направлено на определенный, скажем так, узкий пласт. То есть более опасный. Каким образом сделать это так, чтобы это работало? Есть ли у вас предложения? На самом деле наше тестирование, которое проводится на территории Орловской области, оно не проводится бездумно во всех школах, лишь бы это сделать. Мы проводим для того, чтобы в тех проблемных учреждениях, где действительно есть эта проблема. То есть где у нас есть факты распространения наркотиков, как уже вот как раз нам зрители задавали этот вопрос. Мы проводим для того, чтобы подтвердить или не подтвердить факт употребления наркотиками учащимися. Я поняла вас. Мы заканчиваем. Время наше вышло. Спасибо, что были с нами. Телефоны наши зрители записали, я надеюсь. Еще увидимся. Приходите к нам в студию. Я напомню, это был исполняющий обязанности начальника управления ФСКН России по Орловской области Александр Ставцев. Субтитры подогнал «Симон»!